Так что я хочу сказать, что вы пришли и захватили земли хананейцев в Палестину. И было использовано слово «филистина». Да, но Палестина пришла позже. Но послушай, я покажу тебе слово «филистина» в Ветхом Завете. Нет, перед этим, потому что я хочу правильно тебя понять. Я хочу показать тебе, что у тебя нет выбора, кроме как вернуться к Ветхому Завету, чтобы проверить или оправдать свою точку зрения. Ладно, давай вернёмся. Так что там были хананейцы, правильно? Да. Кто сказал еврейскому народу пойти и захватить власть на их земле? Согласно Библии? Нет, согласно твоему убеждению. Почему эти люди могут прийти и захватить там власть? Ну, это зависит от страны. Хорошо, скажи мне, как ты считаешь. Извини, во что ты веришь? О чём? Он воспринимает это как шутку. Я серьёзно, я не такой умный, как ты считаешь. Нет, мой вопрос прост. Ты сказал мне. Потому что я знаю, если ты не используешь Тору, у тебя нет никаких оснований приходить в Палестину. Конечно. Если ты уважаешь международное право, тогда это нормально. Брат, послушай. Это не имеет отношения к Торе. Может ли международное право дать вам страну, которая им не принадлежит? Да, конечно. И это справедливо. Извини? Это справедливо? Ну, то, как ты это сформулировал, неверно. Но ты согласился с этим? Нет, я не согласен с тем, как ты сформулировал это. Серьёзно? Пожалуйста, скажите, я схожу с ума, или он просто играет словами. Если международное право — это твой критерий, это не так. Тогда какие твои критерии? Я скажу тебе, мой критерий — это Аллах. Хорошо. Так что я думаю, я могу ошибаться. Аллах, ты имеешь в виду, что Коран — это слово Бога, верно? В этом нет сомнений. Да, конечно. Так что я думаю, я могу ошибаться, но глава 5, стих 21 Корана говорит, что Бог предназначил землю для народа Моисея. И мы можем проверить это. И если это твой критерий, то... Нет, это не так. Аллах предписал это место для мусульман, независимо от того, откуда они пришли. Оно принадлежит мусульманам. Аллах упомянул об этом в Коране, несомненно. Где? В Суре Нур 24.55 Аллах сказал. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Я задам тебе вопрос. Моя семья приехала в Палестину в 1876 году. Да, я не отрицаю, что там жили евреи долгое время. Но многие из них приехали из Британии. Ещё раньше. Нет-нет, не все. Некоторые из вас приехали из Европы, из России, некоторые приехали из Германии, Испании. Мы были там до этого. Как ты узнал, что вы были там до этого? Как? Мне сказала моя семья. Как ты можешь быть уверен? Потому что римляне забрали нашу землю, это не наша вина. То есть у всех евреев там, у них есть генеалогическое древо? Нет. Об этом-то я и говорю. Я не отрицаю, что, возможно, твой прапрадедушка жил там. Я не отрицаю этого. То, что я показываю тебе, брат, чтобы сделать вывод. Да, это нелогично организации объединенных наций отдавать вам земли, не принадлежащие им. Хорошо? Чтобы затем вы приходили и захватывали эту землю. Ты всё ещё не ответил мне. Я уже ответил тебе. Значит, я не понял тебя. Хорошо, в чём твой вопрос? Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. На основе какого критерия ты определил, что эта земля не приходится нам? Это только Коран? Нет, я говорю тебе. Хорошо, послушай, я объясню. Ты сказал, что твоим критерием является Бог. Да, без сомнений. В течение примерно тысячи лет мусульмане обладали этими землями, верно? Да, я верю в это. Хорошо. Да, более тысячи лет. Да. Так что вы пришли в эти земли. Я имею в виду, даже предки мусульман изначально жили там. Там жили арабы, фалестинцы до этого, понимаешь? И люди, которые жили там, они приняли ислам, вы понимаете? Так что на самом деле, это также их страна. Ладно, если вы завоюете страну, как долго вам нужно находиться там, прежде чем она станет вашей? Просто чтобы я понял. Я не говорю о том, как долго. То, что я имею в виду. Ты сказал, что мусульмане правили на этих землях 1200 лет. Это довольно долгое время. Да, коренные жители этих земель приняли ислам. Это такие же люди, как в Испании. Ты знаешь Испанию? Да, народ Испании принял ислам. Да. Да, они приняли ислам. Это их страна. И они были довольны мусульманами, с которыми они общались. И они породнились мусульманами на протяжении тысячи лет. Ты не можешь приходить и говорить, что я еврей, или я такой-то. И я собираюсь взять на себя управление. Ты понимаешь? Потому что люди из этой страны, из этой земли, коренные жители приняли ислам. Коренные жители Палестины, когда к ним пришел ислам, они приняли ислам. Это их страна. А вы пришли туда с помощью объединенных скорпионов. И они посадили вас туда. Ты знаешь, что они предлагали вам Аргентину? Они предложили вам Аргентину. И еще... Как называлась та страна в Африке? Уганда. Уганда. Спасибо. Но мы не оттуда. Подожди, чтобы просто ты знал. В Уганде есть евреи. Да, они не оттуда. Их сослали. Ты знаешь эфиопских евреев? Эфиопцы? Нет, ты знаешь про эфиопских евреев? Они живут в Израиле? Нет, они живут в Эфиопии. Да, да. То, что ты должен понять, когда пришел Яков в мир ему. У Якова и его детей не было земли. Да. Вот и все. Так что не говори мне, что для того, чтобы быть из сынов Израиля, ты должен быть из этой страны. Нет, не говори так. Потому что у сынов Израиля с самого начала не было страны. Нет, нет. Я сказал земля. Да, у тебя не было земли. Так что, согласно тебе, Ишуа завоевал эту землю. И израильтяне? Согласно кому? Извини. Согласно кому? Ты сказал, что сыны Израиля завоевали эту землю у Хананеев, верно? Нет, в Коране не сказано об этом. Разве ты не говорил этого? Нет, то, что я пытался доказать тебе, что вы оправдываете. Не конкретно ты, а многие евреи, с которыми я разговаривал. Они оправдывают оккупацию Палестины, говоря, что Бог дал ее нам. Я этого не делал. Нет, я говорю то, что они говорят, понимаешь? Но ты сказал об организации объединенных наций. Как она сказала? Она сказала о организации объединенных наций. Когда ты... Давай поговорим о... Давай лучше говорить о Боге. Говорить о Боге — это гораздо важнее всего остального. Я хочу прояснить кое-что. Быть служителем Бога, поклоняться только единому Богу, исследовать учения пророка Мухаммада, и тогда ты будешь успешным в этой жизни и в последней. Я хотел прояснить одну вещь. Ты сказал, что мусульмане имеют право на Палестину, потому что они были там тысячи лет. Не только там. Потому что коренные народы приняли ислам. Что является коренным? Как определяются коренные народы? Палестинцы. Нет, что означают коренные народы? Люди, которые жили на этих землях на протяжении веков. Да, евреи жили там на протяжении тысячелетий. Нет, опять же, на протяжении тысячелетий? Разве там были только евреи? Разве там не было арабов и палестинцев? Конечно, коренные жители. Вот и все. Значит, мы коренные жители? Поэтому мы оба имеем право. Я не говорил, что у тебя есть право. О чём ты вообще? Докажи мне, что ты жил там. Подожди, подожди. Докажи мне это. Да, докажи мне, что ты жил там на протяжении трёх тысяч лет. Извини, докажи мне, что ты жил там на протяжении трёх тысяч лет. Несомненно. Ты знаешь, не говори мне «несомненно». Хватит шутить, и шо не было три тысячи лет назад. Я не знаю, какие доказательства тебе нужны. Потому что когда я даю тебе... Потому что я знаю, что это в Библии, которую ты отвергаешь. Нет, это не в Библии. Так, докажи мне это. Мы проводили там раскопки и нашли еврейские артефакты. Там также нашли палестинские артефакты до вас. Это неправда, но... Что? Хорошо, нет проблем, они не коренные жители. Они были до вас, как они не коренные жители? Их не существовало 3000 лет назад. Хорошо. Так что ты говоришь мне, что до рождения Израиля никто не правил Палестиной? Под Израилем ты имеешь в виду новое государство? Нет, до пророка Якова. Потому что ты сказал, что он жил 3000 лет назад. Да, 3000 лет назад пришел Яков Мериму. Так что ты говоришь, что до Якова не было никого, кто правил бы Палестиной? Нет, я сказал тебе, хананеи. Хананеи. Так кто были коренными жителями? Извини, кто были коренными народами? Кто это были? Евреи. Хананеи были до них. В любом случае, я могу ошибаться в этом. Позаботься о себе. Ты прав, это были хананеи. Хананеи были арабами. Позаботься о себе. Да, хананеи были арабами. Смотри, я объяснил тебе исторически, биологически и по исламу. Могу я сказать? Нет, ты не можешь. Хорошо. Смотри, это мусульманский диктатор. Я шучу, я шучу. Говори. Я думаю, я могу ошибаться, конечно. Но наш единственный реальный источник того времени — это Библия. И если я не ошибаюсь, Библия говорит, что хананеи на самом деле пришли из Африки. Но я могу ошибаться в этом. Но ведь ты не веришь в Библию. Нет, я говорю, что это наш единственный источник из того времени. Да, мы не доверяем Библии. Мы не доверяем. Возможно, там есть какие-то исторические факты. То есть ты выбираешь, во что верить? Валлахи, Аллах сказал правду. Они отвергают часть книги и принимают другую часть. Валлахи, знаешь, всякий раз, когда я говорю с евреями, они показывают мне то, что Аллах сказал о них в Коране. Это поразительно точно. Да, я смотрел твои дискуссии с евреями. Ты видел? Какое из них ты смотрел? С Джошуа? Это видео было с Джошуа? Насчет обращения? В любом случае, позаботься о себе. Пусть Аллах наставит тебя на прямой путь. Но я хочу... Нет, 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 нет. Я здесь для того, чтобы делать дауат. Я хочу кое-что понять. Самое главное, чего ты не понимаешь, что ты здесь, чтобы поклоняться Богу. И когда ты поймешь это, ты поймешь все остальное. Так ты готов говорить о Боге? Готов в каком смысле? Интеллектуально? Духовно или... Нет, нашими ногами. Конечно, интеллектуально. Я еще молод, я мало что видел. Сколько тебе? Восемнадцать. Восемнадцать. Ты достаточно взрослый, чтобы стать отцом. А ты говоришь мне, что ты молод. Пожалуйста, пожалуйста. Ты не молод для таких дискуссий. Не говори, что восемнадцать лет это молодо. Когда мне было шестнадцать, я обеспечивал сам себя, аль-хамду лилля. В любом случае, то, что я скажу тебе, как молодому человеку, думай и размышляй, какова цель моей жизни? Если я верю в Бога, как правильно верить в Бога? И ты знаешь, что твои предки верили в пророка Мохаммада, алейхиссалату вассалям. Извини? Твои предки. Какие предки? Абдуллах... Эээ... Абдуллах... Его звали Абдуллах ибн Салям. Он был евреем, проверь. Он жил в Медине. Когда? Это было во время пророка Мохаммада Мирьему. В шестисотом году? Да, примерно. Что? Мы были в Европе. Скажи еще раз. Мы жили в Европе, я не думаю, что я происхожу от него. Нет, есть много евреев, принявших ислам. Они приняли истину. Он не был моим предком. Ассаляму алейкум, братья и шестры. Это автор канала Призыв Дава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум.